Итоги Дня Знаний обсудили сегодня вечером на еженедельном совещании главы Чуваши и правительства республики. Всего у нас в селе Запарте 124 тысячи учеников, более 170 – дети, вынужденных переселенцев из Украины. Все школы к началу учебного года подготовились, ремонт учебных помещений и спортивных залов завершен. Одновременно начались занятия 76 тысяч студентов вузов и средних специальных учебных заведений. На совещании обсудили и перспективы реализации в Чуваши инвестиционных проектов. На ежегодный конкурс, проводимый Минэкономразвития России специально для поддержки значимых проектов, Чуваши представила 4 заявки. Все они были поддержаны. Таким образом, республика получит субсидии на дальнейшее развитие трех структур. Центра прототипирования, Центра инжиниринга и Центра сертификации стандартизации испытаний. Последний является пилотным проектом не только для Чуваши, но и для всей России. Напомним, Центр сертификации позволит многим организациям и предприятиям не только сократить сроки испытаний продукции, но и снизить расходы на их проведение. Четвертый проект, который получит субсидии из федерального бюджета – индустриальный парк в городе Чебоксары. Эти средства позволят завершить строительство в полном объеме. Всего на эти цели направлено 243 миллиона рублей по проектной документации. Все их мы получаем в этом году. То есть частично мы получили в 2013 году и начали вести уже стройку. И остальная часть, это 137 миллионов, мы получаем в этом году. Подтверждение у нас есть. Значит, ну вот вы видите то, что было раньше, на чистое поле работы идут. Площадка распланирована для развития бизнеса, 10 субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня 5 с 5 резидентами уже заключили договор. 5 еще находятся в стадии проведения аукциона, то есть заявки есть у нас. По всем названным объектам разработана концепция, дорожная карта их развития и бизнес-планы. Закупка оборудования будет проходить на конкурсной основе. Редактор субтитров А.Семкин